На страже леса в Серпухове проходит операция «Елочка». Сотрудники Русского леса перед Новым годом усилили охрану хвойных деревьев от незаконных вырубок. В очередном рейде побывала и наша съемочная группа. Сотрудники Русского леса едут по знакомым дорогам. Маршрут для них ежедневный. Нужно убедиться, все елочки и сосны в целости и сохранности. Перед Новым годом хвойные деревья под усиленной охраной. В режиме нон-стоп лесничие мониторят окрестности городского округа. Приезжаем по маршруту, смотрим, есть ли следы, нет следов. Если есть следы, то заезжаем, смотрим, оценим обстановку. На гектаре высаживаются 3,5 тысячи елей. Это когда они маленькие. После перевода в покрытую лесоплощадь, от 5 до 10 лет, уже 2,5 тысячи на гектар. То есть, исходя из гектаров, можно посчитать количество. То есть, на 10 гектарах 250 тысяч ел. Участковый со своими коллегами и сотрудниками полиции объезжает не только территорию, за которую отвечает, но и другие лесничества. Тщательно проверяет, не было ли нарушителей. С диаметром ствола до 12 сантиметров, это примерно 1,3-1,5 метра высотой, идет административная ответственность. Штраф порядка будет 7-8 тысяч. Если же срублена елка с диаметром ствола более 12 сантиметров, либо две елки и больше, уже наступает уголовная ответственность. Сотрудники русского леса в очередной раз напомнили жителям о том, как важно беречь нашу природу лес, чтобы хвойные красавицы радовали глаз и зимой, и летом. Сейчас проще купить лесную красавицу на елочном базаре по демократичной цене, чем причинять ущерб лесу. При покупке живой ели на базаре лесничий советует обращать внимание на хвою. Она должна быть гладкой и однотонной. Иголки можно оторвать и растереть пальцами. Если они сухие, дерево долго не простоит. Ствол взрослой елки в обхвате не должен быть меньше 6 сантиметров. Ель первого сорта должна иметь здоровый, свежий вид, быть однородного цвета и иметь ширину не больше высоты.